Красный, розовый, пилинг. Английский с нуля – задача не из легких. Но этим студентам сложности ни по чем. Все они приближаются к пенсионному возрасту. Для одних учеба – возможность развития и поддержания себя в форме. Для других – шаг наверх по ступеням профессионального мастерства. Сейчас я работаю экскурсоводом. В перспективе, может быть, у меня с английскими нашими гостями, туристами будет встреча. Ну, так, как-то будем общаться. Пусть не свободно, но какие-то элементарные фразы, выражения я смогу применить. Они, знаете, фору дадут некоторым молодым людям. В плане своего энтузиазма, заинтересованности какой-то. И для начала, когда я спросила, давать ли вам домашние задания, как школьникам, они сказали – да и побольше. По результату опроса, который провели специалисты Тольятти Азота, 30% жителей Тольятти от 50 до 70 лет намерены сохранить специальность. 59% желают освоить новую профессию. Программу обучения в ходе проекта «Химия опыта» студенты выбрали сами. Помимо английского языка они проходят компьютерную грамотность и основы предпринимательства. Мы ожидаем неких проектов от наших участников, потому что в модуле предпринимательское дело у них есть проектная работа. И они имеют возможность взять какую-то тему, разработать ее с экспертами из Москвы. И, возможно, из этого получится какой-то реальный бизнес или реальное дело. В тиражировании подобных образовательных программ на территории региона заинтересовано областное министерство труда. Задача ведомства – предоставить людям возможность оставаться востребованными на рынке занятости вплоть до выхода на пенсию и по желанию после. К участию в этих процессах Минтруд намерен привлечь как можно больше предприятий губернии. Мы со своей стороны, как Министерство труда, готовы в полном объеме возмущать весь процесс обучения. Абсолютно бесплатно он будет для работника и, естественно, получается, для работодателя. На сегодняшний день у нас уже заявки есть от более чем 50 предприятий по Самарской области для того, чтобы реализовывать это мероприятие у себя в организациях. В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году на обучение людей предпенсионного возраста Самарской области потратят 70 миллионов рублей. Планируется организовать обучение свыше тысячи желающих. Ирина Грумеза, Сергей Богатюк. Новости губернии. Тольятти.